сегодня у нас в меню кимчи из пекинской капусты готовлю кимчи по несколько раз в год и больше поэтому сегодня опять у нас кимчи пекинская капуста 4 кочана в общей сложности около 7 килограмм пропорции будут приводиться на это количество первое что мы делаем хорошо промываем капусту в проточной воде под краном затем после этого нужно немного надрезать каждый из кочанов капусты и затем далее уже разорвать и качана руками так листья сохранят свою красивую форму затем на каждой половине кочана мы делаем небольшой надрез 5 сантиметров в области кочерыги после этого мы солим капусту засыпая соль горстями между листьями все на это ушло где-то в общей сложности около 500 грамм чем дольше хотите хранить капусту тем больше соли кладете в общей сложности общее количество соли может варьироваться лучше использовать морскую соль многие спрашивают немного ли это один килограмм соли в общей сложности 500 на то чтобы засыпать между листьями 500 на то чтобы растворить воде нет это немного соленый вкус потом пропадет в процессе ферментации далее 500 грамм соли оставшиеся мы растворяем холодной воде вода в таком достаточном количестве которые необходимы для погружения всей имеющейся у нас капусты этой соленой водой мы заливаем капусту сложив ее в какой-нибудь таз или контейнер и сверху к демка какой-нибудь пресс чтобы она не всплывала оставляем капусту в соленой воде на 7 часов если это лето и в комнате тепло если же это зима и в холл и в комнате допустим достаточно холодно то можно оставить капусту и на 12 часов удобно например на ночь и и засолить замочить так соленую воду и на следующий день утром начать уже остальные процедуры приготовления в принципе время даже и не важно важно чтобы после засолки листья капусты вот таким вот образом легко гнулись и изгибались при этом не ломались как это произойдет собственно говоря засолкой закончена так что время так для примера общей сложности после засолки мы должны промыть капусту в холодной воде один или два раза и делаем мы это так как если бы мы просто полоскали бы бельем под проточной водой под краном после этого мы складываем промытую капусту под наклоном так чтобы с нее стекала вода и пока капуста будет отекать сникали с ним будет стекать вода мы делаем мучную пасту и все остальные приготовления мучную пасту будем делать в кастрюльке нам нужно будет холодная вода 250 миллилитров заливаем кастрюльку и добавляем муку можно использовать пшеничную можно использовать рис в три столовые ложки не важно либо ту либо ту используют как ту такую в корее мы растворяем муку в воде разбивая все образующиеся комочки и затем оставим на плиту и варим на слабом огне все время помешивая и не доводя ее до кипения мы доводим эту массу до консистенции пример как жидкая сгущенка или кисель и как только это произойдет мы снимаем ее с огня затем мы можем остудить мучную пасту натуральным образом или же есть другой вариант это опционально можно добавить например спрайт или севенап или просто минеральную воду приблизительно четыре столовые ложки это позволит практически сразу остудить мучную пасту и сделать ее немного жиже что нам потребуется для пасты маринада это лук одна штука обратите внимание на размер показываю приблизительно своей ладони и далее дайкон редька или же просто редис в объеме 100 грамм и также чеснок где-то приблизительно 3-4 головки в зависимости от их размера и имбирь 5 грамм которого в этот раз у меня не было поэтому я его пропустила если у вас аллергий на имбирь можете тоже его пропустить но если добавить будет хорошо мы нарезаем все кусками размером удобным для перемолки в вашем блендере и можно либо перемолоть все ингредиенты по отдельности либо вместе и перемалываем мы все прежде перечисленное в блендере как можно мельче или же даже лучше до консистенции смузи можно даже добавить и немного той же самой минералки чтобы было легче перемалывать далее мы должны будем нарезать дайкон редьку или же если не дайкон редьки то можно взять и обычный красный редис удобнее всего лично мне нарезать его сначала тонкими кружками и затем уже далее нарезать его тонкой соломкой в стиле жульен если же у вас например есть такой специальный слайсер то можно сделать это и и на нем как вам удобно либо ножом либо на слайсере вот тонкой соломкой мы нарезаем и зеленый лук 7 перьев если они достаточно у них белые кончики тонкие то можно их оставить целиком а если же они такие более толстые то их лучше всего вот таким то образом надрезать или же можно просто постучать по ним ножом чтобы их размять и после этого мы нарезаем зеленый лук кусками длиной приблизительно где-то 3-4 сантиметра остывшую мучную пасту мы добавляем в перемолотую прежде массу овощей лучше взять какой-нибудь такой объемный тазик удобно для перемешивания добавляем рыбный соус 5 столовых ложек из рыбного соуса нет его можно сами изменить на соленые ферментированные креветки но их как правило найти гораздо более сложнее чем рыбный соус далее добавляем сахар 4 столовые ложки белый сахар можно заменить например его на на мед если у вас нет на него аллергии и затем добавляем красный молотый перец чили порошок две столовые ложки используйте красный перец чтобы цвет такую ярко красные смысле чтобы цвет был насыщенную кимчи и затем добавлен красный молотый перец чили хлопья 150 грамм если у вас нету двух видов красного перца чили то используйте какой-то один из них все хорошо теперь мы с вами перемешиваем до однородности вот обратите внимание на консистенцию и желательно дать вот этой пасте маринаду настояться 30 минут но если времени нету то тогда можете сразу приступать к дальнейшим процедурам после течения 30 минут мы добавляем прежде нарезанный зеленый лук и хорошо перемешиваем затем после этого добавляем дайкон редьку и опять все хорошо перемешиваем чтобы и дайкон редька и зеленый лук равномерно распределились и покрылись тоже пастой маринадом теперь у нас уже все готово к тому чтобы приступить к промазыванию самой капусты возьмите глубокую емкость оденьте фартук перчатки чтобы ничего не испачкать и вам не жгло руки от перца и промазываем капусту вот этой пастой маринадом вы можете промазывать каждый лист с обеих сторон или с одной стороны это не принципиально распределяйте пасту маринад так чтобы вам хватило на весь имеющийся у вас объем капусты то есть контролируйте ее расход вы можете например если делаете в первый раз даже заранее распределить ее на части в зависимости от того сколько у вас кочанов капусты так вам будет легче контролировать маленькие листики которые находятся около самой кочерыги тоже хорошо промазываем складываем капусту под подложив ее листья под за нее или можно обернуть одним из листьев всю капусту делать это по-разному и затем складываем промазанную капусту друг на друга в контейнер для хранения а так чтобы она давила как бы таким естественным прессом сама на себя это поможет давать соки накрываем контейнеры крышкой и держим кимчи один день вне холодильника и затем уже храним в холодильнике если у вас в комнате достаточно тепло то тогда можно даже выдержать только полдня и сразу брать в холодильник обычно кимчи можно начинать есть уже где-то через семь дней после приготовления максимальный срок хранения кимчи в обычном не кимчи холодильнике около двух месяцев надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь здесь еще раз придем способ приготовления и ингредиенты если у вас остались какие-то вопросы ли хотите что-то уточнить оставляйте все в комментариях я обязательно отвечу вот Продолжение следует...